Здравствуйте, уважаемые подписчики, слушатели и посетители видео-аудиоблога врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение глав из книги профессора Б. Райкова о психологии экскурсии к вопросу о психологических основаниях экскурсионной педагогики, изданном в Ленинграде в 1927 году. В данном аудио-видео отрезке речь будет идти о странностях великих и малых путешественников. Также рекомендую убедительно прочитать интересные данные о Пржевальском и прочих известных русских путешественников. Пржевальском, Седове, Елисееве, Елисееве я не знаю кто, то есть об их странностях, то есть, скажем так, это здоровые и нормальные люди, но имеющие некоторые особенности в своем характере и в своем поведении. Итак, начинаю чтение о странностях великих и малых путешественников. Явление различной степени повышенного влечения к странствованию встречается в жизни гораздо чаще, чем мы это себе представляем. Конечно, случаи настоящих психозов являются сравнительно редкими, но читатель, порывщик в своих воспоминаниях, вероятно, сам сумеет назвать несколько случаев гипертрофии, которые, может быть, до сей поры ускользали от его внимания или истолковывались им иначе. С этой точки зрения очень большой интерес представляет собой биографии великих путешественников, у которых в отдельных случаях можно несомненно наблюдать заметную гипертрофию интересующего нас чувства. Скажем так, гипертрофия, чтобы для читателей, для слушателей было понятно. Скажем так, акцент на этом чувстве, усиление, увеличение, расширение, как хотите. То есть, скажем так, преувеличение, преувеличено, увеличено. Вот, например, что пишет нас знаменитый путешественник, исследователь Азии Николай Михайлович Пржевальский по поводу своего настроения в перерыве между экспедициями. Начало цитаты. Конец цитаты. Новая цитата. Вот почему «Истому путешественнику», пишет он в другом месте, невозможно позабыть о своих странствованиях даже при самых лучших условиях дальнейшего существования, «День и ночь, неименума будут ему грезиться картины счастливого прошлого и манить, променять вновь удобство и покой цивилизованной обстановки на трудовую, по временам неприветливую, но зато свободную и славную странническую жизнь». Конец цитаты. 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 «И радовался, что устроился в такой глуши. Однако, зная характер Пржевальского и его страсть к путешествиям, все знакомые его были уверены, что он недолго усидит в Смоленской губернии и что предстоит вскоре новое путешествие. И действительно, оно не заставило себя долго ждать». Начало цитаты. «Верите ли?» Писал Пржевальский одному из своих знакомых. «Покоя не имею, смотря по карте, сколько в Тибете неизвестных мест, которые я могу и должен исследовать». Конец цитаты. Новая цитата. К Слободея весьма привык, пишет он другому корреспонденту. «Одиночество меня нисколько не смущает, охота отличная, место дикое, словом, налицо все, что для меня требуется». Конец цитаты. Но все-таки всего этого ему было недостаточно. Начало цитаты. «Как вольной птице трудно жить в клетке, так и мне не ужиться среди цивилизации», взято в кавычки слово «цивилизации», где каждый человек прежде всего раб условий общественной жизни. «На простор, в пустыню, вот о чем я день и ночи мечтаю. Дайте мне горы золота, и я за них не продам своей дикой свободы». Совершив четыре огромных экспедиции в Среднюю Азию, завоевав себе всемирную известность, прекрасно обставив свою жизнь в России, Пржевальский все-таки не мог вести сколько-нибудь оседлого существования и задумал «Пятое путешествие». Несмотря на свой возраст, ему в это время было уже 49 лет и болезнь ноги. «Пятое путешествие» оказалось, как известно, последним, и наш путешественник умер в городе Караколи Семереченской области в октябре 1888 года. Причем завещал себя похоронить непременно на берегу озера Иссык-Куля, что и было исполнено его спутниками. Еще одна черта интересного Пржевальского – его странническая жизнь вполне удовлетворяла его, и он был большим врагом семейной жизни. Все попытки его женить оказывались неудачными. Приятели говорили ему, что с покупкой менее ему не достает только хорошей хозяйки. Но на все эти советы Пржевальский отвечал категорическим «нет». Не изменю до гроба тому идеалу, которому посвящена вся моя жизнь. Не такова моя профессия, чтобы жениться. В Центральной Азии у меня много осталось потомства. Не в прямом, конечно, смысле, но и в переносном. Лоб-нор, куку-нор, тибет и прочее. Вот мои детища. Конец цитаты. Подобные высказывания относительно семейной жизни вообще очень характерны для многих крупных путешественников. По-видимому, те богатые эмоции, которые доставляют им их странствование, вытесняют у них необходимость других эмоциональных переживаний, связанных с семейной оседлостью, и они не чувствуют особой потребности в том, что принято обозначать сакраментальным именем домашнего очага. Очень сходные с Пржевальским черты выказывают и другие русские путешественники А.В. Елисеев и капитан Седов. Конечно, это гораздо менее крупные фигуры, которых в смысле их научных достижений и открытий трудно даже сравнить с Пржевальским. Но в смысле тяги к странствованию, в смысле путешественников, энтузиазма, они, несомненно, являются родственными ему по духу. С этой точки зрения очень интересна судьба А.В. Елисеева, врача-путешественников, умершего в 1895 году. Он окончил медико-хирургическую академию и сделался военным врачом. Однако эта профессия его не удовлетворяла, и он постоянно менял службу в различных местностях России. В конце концов, он попал на свою настоящую дорогу, и последние 15 лет его жизни он путешествовал по северу России, ездил в Финляндию и на Урал, затем посетил Египет, Сирию, Палестину, затем снова отправился на скандинавский полуостров в Лапландию. В следующем году мы застаем его снова в Египте, оттуда он поехал в Триполи, Тунис, Алжир и Сахару, был на Дальнем Востоке, в Уссурийском крае, в Японии, на Цейлоне. Незадолго до смерти посетил Судан и Абиссинию, где едва не погиб. В промежутках между странствованием он описывал свои впечатления в различных периодических изданиях и выпустил свои путевые заметки отдельной книгой по белу свету в трех томах. Во время своих путешествий А.В. Елисеев не ставил себе каких-либо научных задач, не вырабатывал какой-нибудь определенной программы. А потому его странствование, несмотря на их обширный район и разнообразие посещенных местностей, не имеет научного значения, хотя он и изучал посещаемые страны со стороны этнографической и медицинской. Свою врачебную профессию наш путешественник совершенно забросил и вообще ничем не интересовался, кроме своих путешествий. Стремление его странствовать было настолько непродолимо, что он, подобно Пржевальскому, впадал в сильную тоску, если что-либо препятствовало ему выполнить свои намерения. А препятствием чаще всего служило отсутствие средств, которые А.В. Елисеев добывал с величайшим трудом и целиком расходовал на свои поездки. Одно лицо, хорошо знавшего Елисеева, сообщило мне следующий характерный эпизод из его жизни. Перед поездкой в Алжир, не будучи в состоянии никакими усилиями раздобыть нужные средства, Елисеев пал в чрезвычайно угнетенное состояние. Он строил всевозможные планы, как достать денег, но все это оказывалось неудачным. Ему не удалось достать ни командировки от какого-нибудь общества, ни субсидии от научных организаций. Тогда он, не будучи в силах совладать со своим настроением, решился на поступок явно уголовного характера, который остался безнаказанным только потому, что виновника его раскрыть не удалось. Я не думаю, чтобы этот сообщенный мною факт чем-нибудь навредил умершему путешественникам, тем более, что хорошо известно, каким честным и благородным человеком и каким бессеребренником он был всю жизнь. Несомненно, мы имеем здесь состояние, близкое к патологическому. Ну, скажем так, естественно, это импульс. Это было заболевание, которое в настоящее время проходит под шифром в МКБ-10, может быть, в МКБ-11. Не знаю, под каким шифром будет в 11-м пересмотре проходить. Называется потеря контроля или невозможность контролировать импульсы. Вот в чем дело. Возникло желание, возникал импульс ехать. И до тех пор, пока человек, в общем-то, не осуществит это из своего, не реализует этот свой импульс, он не успокоится. Он впадает в такое удрученное, тоскливое состояние, как описывает профессор Райко, в который впал Елисеев, путешественник. И даже, скорее всего, он совершил кражу или какой-то, скажем так, подлог. В общем, короче говоря, уголовное какое-то дело, связанное с заимствованием, скажем так, в кавычках, денег. Поэтому он правильно говорит, Райко, несомненно, мы имеем здесь состояние, близкое к патологическому. Как бы то ни было, но нужные средства были добыты. А в Алексееве он осуществил свою мечту и тотчас же уехал в Алжир. Интересно, что по своим отношениям к семейной жизни он также напоминает Пржевальского. Он не чувствовал к семейной жизни никакой склонности и встречался с членами своей семьи благодаря постоянным разъездам чрезвычайно редко. Немало замечательно в этом смысле представляет из себя покойный ныне капитан Григорий, по-моему, Яковлевич Седов. Его стремление к Северному полюсу упорное и настойчивое, почти маниакальное, иногда положительное, вопреки рассудку и наперекор стихиям заслуживает пристального внимания. Особенно поражает картина последних дней жизни Седова, когда он уже слег и не мог подняться на ноги. Тем не менее он приказал своим спутникам вести себя в сане к Северному полюсу, конечно, без всякой надежды его достигнуть, при сорока градусах мороза и жестоком ветре. И вот его спутники тащили умирающего человека к этой магической точке земного шара, которая влекла его всю жизнь и в стремлении которой ему довелось погибнуть. Привязанный наверху с саней, он следил за тем, чтобы спутники обманом не повернули сани и ехали бы по тому же роковому пути. И так продолжалось, пока он не смежил глаз 4 марта 1914 года. Было бы весьма интересно с указанной высшей точки зрения подробно обследовать биографии всех более или менее крупных путешественников, как наших, так и иностранных. Автор убежден, что приведенные здесь примеры тогда можно было бы значительно умножить и дополнить. Ну, я хочу дать короткий комментарий, не знаю, правильный, неправильный, ну, по крайней мере, это мой личный комментарий. Мне кажется, что и Пржевальский, и Елисеев, и Седов, и прочие, наверное, вот такие, значит, там, Амдунсен, да, это кто, значит, я не помню, норвежец, да, и так далее, там целый ряд исследований. Ну, они, конечно, их можно отнести к определенному типу или к определенной форме психопатии. Опять я хочу предупредить, я уже где-то в одном ищении говорил, что историю делают психопаты. Дело в том, что психопат, конечно, ассоциируется у всех у нас, ну, с каким-то разрушительным типом, каким-то ужасным типом. Более того, слово психопат на основании вот этого образа, вот этого разрушителя, этого, значит, так, громилу, который орет, кричит, ломает, бьет, значит, оно превратилось в ругательство. Поэтому термин психопатия исчез, так же, как и прочие термины, которые, по сути дела, значит, были, значит, появились на свет или в употреблении как медицинские диагнозы и термины, а закончили свое существование, значит, превратились в ругательные. Это и дебил, и идиот, и имбицил, и кретин, и так далее, и так далее. Они исчезли. Я вам хочу сказать, что импотент превратилось тоже уже в нарицательное слово, в ругательное, хотя на самом деле это диагноз. Поэтому слово импотент или диагноз импотента не употребляется, а заменен словом, скажем так, эрективная дисфункция, звучит так, загадочно и красиво, чуть ли не на итальянском языке. Так же и психопатии исчезли. Они теперь называются таким длинным, сложным словом, понимаете, психопатия. Значит, ты там ставишь диагноз психопатии коротко, ясно и понятно. Личностное расстройство или расстройство личности, такого-то, такого-то типа. Вот, поэтому я думаю, что, я не могу точно сказать, но, значит, каким, скажем так, типом психопатии, думаю, что, скорее всего, это, конечно, импульсивный тип. Импульсивный. Конечно, он отличается от этого F60.30. Это импульсивная психопатия или психопатия эмоционально нестабильное расстройство личности импульсивного типа. Ну, здесь, короче говоря, это связано с импульсом. Либо это психопатия, либо это потеря контроля над импульсами. Вот так вот. Вот так мое, значит, представление. Так я могу это объяснить. Ну, хорошо, спасибо. На этом я заканчиваю чтение. Благодарю всех слушателей за проявленный интерес и внимание. И прощаюсь с вами до следующего раза. Я, доктор Джордж Горбатов, как всегда, благодарю вас сердечно, мои уважаемые посетители, подписчики, слушатели, без разницы. Значит, все те лица, которые проявляют интерес к области психиатрии и частично и неврологических заболеваний. И прощаюсь с вами. Спасибо и до свидания.